Купаться любят, пожалуй, все. А вот правила безопасности соблюдают немногие. Первое основное правило – выбирать оборудованные пляжи, где есть спасатели и медицинские посты. Так печально прославился в этом июле второй Барковской карьер. И трагедии случаются именно в необорудованных местах. Совсем недавно, 16 июля, там утонул мужчина, а уже в это воскресенье – женщина. К сожалению, случаи гибели купающихся в этом сезоне нередки. На сегодняшний день в Рязанской области за купальный сезон на водных объектах зарегистрировано 15 утонувших. Из них четверо детей. Основные причины трагедии на воде из года в год остаются неизменными. Это купание в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Основными причинами детской гибели является отсутствие должного контроля со стороны родителей за своими детьми. Трагедии на воде регулярно случаются в области. Вчера из реки Прони в Старожиловском районе спасатели достали из воды тело 11-летнего мальчика. По предварительным данным Следственного комитета, ребенок пошел на речку с друзьями. Несмотря на то, что место было не оборудовано, дети решили искупаться. И когда парень скрылся под водой и больше не вынырнул, товарищи – такие же дети. Помочь ему не смогли. О том, как нужно действовать, чтобы трагедии не произошло, рассказал спасатель пляжа. Во-первых, надо следить за водой тщательно, потому что люди тонут молча. То есть подбородком кверху и все. Поэтому следим за водой. Если видим, что человеку нужна помощь, то быстро вытаскиваем его из воды, как можем, за шею, за волосы. Дальше человек все на берегу. Если дыхание нормализовалось, то все хорошо. Если нет, то кладем человека на колено, выкачиваем воду и ждем скорой медицинской помощи. Максим Масейкин рассказал, что за время работы третьего Барковского карьера спасать людей пока не приходилось. Сезон проходит спокойно. Во время записи интервью на пляже был вывешен черный флаг. Купание запрещено. И, как заметила съемочная группа, желающих нарушить правила не было. Сотрудники за этим внимательно следят. Анастасия Арт, Михаил Азуткин, телекомпания «Город».